Желание навести порядок в дорожной сфере привело в итоге к массовым акциям протестов водителей больших грузов по всей стране. Не остались в стороне и дальнобойщики Иркутской области. Они отказываются выходить в рейсы. Объявлена забастовка. Репортаж с места событий подготовил Евгений Шоев. Система, которая перевернула все. Сотни дальнобойщиков Иркутской области присоединились к бессрочной всероссийской забастовке. Машины на стоянках, грузы на складах. Главное требование – отмена Платона. С 2015 года каждый километр пути по трассам обходится водителям больших грузов в 1 рубль 53 копейки. Вынужден платить эти деньги и Андрей Хмелев. Недавно он вернулся из поездки в Якутск. За две недели получил 250 тысяч рублей. Хорошая сумма, если бы не несколько «но». Давайте минусовать. Где-то 100-120 тысяч – это на солярку. У нас остается 140 тысяч. Ну и, соответственно, поехали. То есть, пока дорога плохая, едем, там колесо отвалилось, там шпильку оборвало. Каждая шпилька стоит там тысячи рублей. Где-то еще какие-то поломки. Вот нынче у меня как бы на ремонт ушло где-то порядка 150 тысяч. Порядка 300 тысяч рублей ежегодно из кармана каждого перевозчика страны достает система взымания платы. По задумке, собранные деньги должны направлять на ремонт трасс. Но пока за счет «Флатона» в нашем регионе не привели в порядок ни одного километра дорог. Могу сказать честно и откровенно, что данная позиция, она на самом деле принципиальна. Она вынужденная, да, то есть, и несмотря на то, что мы на самом деле любим этим заниматься, нам это нравится, да. Но нет других вариантов, чтобы нас услышали, чтобы нас поняли. С 15 апреля платить придется на 25% больше. Такая математика заставила прекратить работу дальнобойщиков в большинстве регионов страны. От Калининграда до Владивостока. Только в Иркутске в рейс не вышло более 100 водителей. То, что сегодня происходит вот здесь, это еще не сама стачка. Официальная акция запланирована на 31 марта. Именно тогда будут решены все бюрократические вопросы, связанные с согласованием. Плюс уже 1 апреля по улицам Иркутска пройдет протестный автопробег с участием 10 больших грузов. Удастся ли дальнобойщикам отстоять свое право на бесплатные дороги, неизвестно. Зато уже сейчас понятно, на чьи плечи в итоге ляжет очередное увеличение цен на доставку продуктов и товаров. Евгений Шуев, Андрей Назаров. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова